Всем привет друзья! Если увеличился расход масла, то есть двигатель стал подъедать масло, появился сизый дымок с характерным запахом, то причин как правило может быть две. Первая причина это неисправности в поршневой системе. Вторая причина это износ сальников-клапанов или как их еще называют маслосъемных колпачков. Есть еще один характерный признак повышенного расхода масла, это появление масла с наружной части выхлопной трубы. Сначала появляется небольшое такое колечко, со временем оно становится все шире, шире, шире и у меня вот дошло до этих пор. Когда у меня дошло до этих пор, то у меня прямо здесь в внутренней части тоже появилось масло. Конечно, со стопроцентной гарантией практически невозможно определить, так как выработка может быть как в поршневой группе, так и в маслосъемных колпачках или же направляющих клапанов. На поршне имеются компрессионные кольца и маслосъемные кольца. Маслосъемные кольца препятствуют проникновению масла из картера в камеру сгорания, они снимают излишки масла со стенок цилиндра и оставляют лишь тоненькую пленку, которая необходима для смазки. Если маслосъемные кольца имеют большую выработку или же стенки цилиндров имеют большую выработку, то очень много масла остается на стенках цилиндров и оно сгорает вместе с топливом. Бывает, что маслосъемные кольца после перегрева становятся мягкими и просто плохо прилегают к стенкам цилиндра. Или же возможно закоксовывание и залегание колец в канавках поршня. Если повышенный расход масла происходит из-за выработки в поршневой, то, как правило, на резьбовой части свечи появляется масло, а на электродах свечи масляный нагар. Чем выше расход масла, тем больше нагара и масла будет на свече. Обычно, если расход масла небольшой, ну где-то примерно до 100 грамм на 1000 километров, то и дыма практически нет. Если и есть, то он минимальный. Также нет и нагара или масла на свечах. Так вот, как правило, если изношена или выработалась поршневая система, то дым идет постоянно. При нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя дым усиливается. А что будет, если будут неисправны сальники клапанов, или, как их еще называют, маслосъемные колпачки? Давайте разберемся. Самый распространенный признак того, что у вас неисправны маслосъемные колпачки, это когда после довольно-таки продолжительного времени вы приходите, заводите машину. Ну, допустим, машина простояла сутки, утром вы приходите, заводите, и видите, что из выхлопной трубы идет сизый дым. После того, как машина прогрелась, дым или полностью исчезает, или немножко остается. При дальнейшей эксплуатации расход масла постепенно будет увеличиваться. По утрам дым будет все сильнее и сильнее. И потом даже на прогретом двигателе будет видно, что двигатель немножко дымит. Как правило, маслосъемные колпачки быстрее вырабатываются на выпускных клапанах, так как выпускные клапана сильнее греются, маслосъемные колпачки на них быстрее теряют эластичность, становятся твердыми и начинают пропускать масло. Вот, друзья, накорябываю небольшую схемку, чтобы было более понятно. Вот поршень, вот компрессионные кольца, вот маслосъемные кольца. Если маслосъемные кольца начинают плохо снимать масло со стенок цилиндра, то это масло будет попадать на свечу, здесь будет образовываться нагар, и также в камеры сгорания тоже будет образовываться нагар. Дым при этом будет идти практически всегда, с увеличением оборотов дым будет только усиливаться. Так, что произойдет, если маслосъемный колпачок неисправен и пропускает масло? Масло с этой части спускается через неисправный маслосъемный колпачок и стекает по стержню клапана, и скапливается в камере сгорания. Отсюда дым, если вы приходите и заводите машину после продолжительной стоянки. Допустим, машина простояла сутки, двое, трое, вы пришли и ее завели, из выхлопной трубы идет сизый дым. После того, как машина прогрелась, вы немножко поездили, дым или ослаб, или совсем пропал, так как масло выгорело. В этом случае на резьбе свечей нет масла, и нет масла или масляного нагара на электродах свечи. Почему, если пропускает маслосъемный колпачок на выпускном клапане, нагара и масла на свече практически нет, или оно минимальное? Так как клапан у нас выпускной, он выпускает отработанные газы, поэтому и масло, вместе с отработанными газами, выбрасывается в выпускной коллектор, там оно частично сгорает, частично выбрасывается в выхлопную систему. Если будет неисправен маслосъемный колпачок на впускном клапане, который впускает топливно-воздушную смесь, при длительной стоянке масло также будет опускаться в камеру сгорания, при запуске двигателя будет появляться дым. А вот когда двигатель будет работать, клапан будет открываться, в камеру сгорания будет заходить топливно-воздушная смесь, но с ней будет попадать и масло через неисправный маслосъемный колпачок. Отсюда возможно образование нагара на электродах свечи и масло на резьбовой части. Но, как правило, маслосъемные колпачки на впускных клапанах работают гораздо дольше, а начинают пропускать именно маслосъемные колпачки на выпускных клапанах. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok